Слава нашему Господу Как вчера был 18-й год, мы встречали 19-й, и сейчас он на исходе еще несколько суббот, если даст Бог жизни, и все будет хорошо, и уйдет и 19-й год в вечность. И поэтому, дорогие друзья, несмотря на то, что время летит очень быстро, но все, что мы делаем в нашей жизни, оно записывается у Господа. Есть такая книга у Господа, книга дел, когда написано в Слове Божьем, что когда Иоанн видел это видение, он говорит, что были открыты книги и иная книга, книга жизни. И судимы были каждые по делам своим, что сделал человек в этой жизни. И поэтому, дорогие друзья, время уходит, но все, что мы делаем, живя на этой земле, оно пишется у великого славного Господа Бога нашего. И поэтому, да благословит нас Господь и сохранит нас в мире всем, и дарует нам разум верный, чтобы мы могли идти и принести плод нашему Господу. Вы знаете, я сегодня хотел бы начать свою проповедь из места, из Священного Писания, не буду прочитывать, но напомню, когда Ной вышел из Ковчега, написано, что Иоанн принес жертву Господу. И это благоухание жертвы Господу, который принес Ной, было приятно Господу. И Бог сказал такие слова, что впредь не буду проклинать земли из-за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его. И далее Бог говорит, впредь сенье и жатва, лето и зной, холод и жара не прекратятся. И знаете, прошли уже тысячелетия, и это не прекращается. Я хотел бы обратить внимание наше на сенье и жатву. Вы знаете, прошли много веков, и сенье и жатва, она продолжает свое существование. И что интересно, дорогие друзья, что когда человек сеет, сеет мало, но жнет много. Вы знаете, я не знаю, я не вдавался в подробности, но обращал внимание свое, что когда человек сеет, допустим, кукурузу, и вот когда кукурузу, одну кукурузину посеял, и только с одной кукурузы сколько семян он может собрать, во сколько раз больше. Поэтому, дорогие друзья, это закон, данный Господом и утвержденный на этой земле – сенье и жатвы. Вы знаете, немного отклонюсь. Когда-то, когда первые эмигранты приехали сюда, в эту страну нашего поколения, и, вы знаете, было нелегко здесь, очень трудно было. Во-первых, не знали ни языка, ни дорог, ни культуры этой страны. И я слышал такую историю, что некоторые люди, пожив здесь пару лет, работая, и решили возвратиться обратно. И когда они приехали назад в тот бывший Советский Союз, то некоторые люди, которые были противниками эмиграции, они начали насмехаться над этими людьми, и говорили, что не понравилось вам там, а мы ведь вам говорили, что не езжайте туда. Эти, которые возвратились, они, знаете, как бы хотели в оправдание свое, и они говорили так, что зато мы заработали так много, что хватит нам и нашим детям. Эти же люди, которые насмехались над ними, они продолжают и говорили, да, до третьего и четвертого рода хватит. Вы знаете, можно заработать так, что хватит до третьего и четвертого рода, а можно заработать так, что хватит до тысячи родов. Вы знаете, до третьего и четвертого рода, как говорит заповедь Божья, я много рассуждал и думал, что она надо смотреть вперед. Но сегодня я рассуждаю над этой заповедью и смотрю, что лучше смотреть назад. Потому что если отец делает доброе, а сын его не идет по воле Божьей, то благословение отца, оно не может перейти на сына. И наоборот, если отец был неугодный пред Господом, а сын, видя все беззаконие отца, говорит, а я не буду так, то наказание отца, оно не может перейти на сына. Но благословение Авраама, Исаака и Якова приходит на этого сына и всех праведников, которые жили прежде. Хотя, дорогие друзья, можно оспорить это мнение, потому что мы видим, что царь Давид был праведный пред Господом, но сыновья его не так ходили пред Господом. Но написано, что Господь ради Давида не отнимал этого светильника у Израиля. Но, дорогие друзья, я хотел бы сегодня поговорить с нами о благословении, которое сеем мы сегодня в жизни нашей, для наших детей, для себя. Первое место из Священного Писания, я хотел бы прочитать это из первой книги Царств. Все мы знаем эту историю, это Давид и Инофан. 20 глава с 1 стиха здесь сказано так. Давид убежал из Навафа в раме и пришел и сказал Инофану, «Что сделал я, в чем неправда моя? Чем согрешил я пред отцом твоим, что он ищет души моей?» И сказал ему Инофан, «Нет, ты не умрешь. Вот отец мой не делает ни большого, ни малого дела, не открыв ушам моим. Для чего же бы отцу моему скрывать от меня это дело? Этого не будет». Давид клялся и говорил, «Отец твой хорошо знает, что я нашел благоволение в очах твоих». Поэтому говорит сам себе, «Пусть не знает о том Инофан, чтобы не огорчился, но жив Господь и жива душа твоя – один только шаг между мною и смертью». И сказал Инофан Давиду, «Чего желает душа твоя? Я сделаю для тебя». И сказал Давид Инофану, «Вот завтра новомесячье, и я должен сидеть с царем за столом. Но отпусти меня, и я скроюсь в поле до вечера третьего дня. Если отец твой спросит обо мне, ты скажи, Давид выпросился у меня сходить в свой город Вифлеем, потому что там годичное жертвоприношение всего родства его. Если на это он скажет хорошо, то мир рабу твоему, а если он разгневается, то знай, что зло и дело решено у него. Ты же сделай милость рабу твоему, ибо ты принял раба твоего в завет Господень с тобою. И если есть какая вина на мне, то умертви ты меня. Зачем тебе вести меня к отцу твоему? И сказал Инофан, «Никак не будет этого с тобою, ибо если я узнаю, наверное, что у отца моего решено зло и дело совершить над тобою, то неужели не извещу тебя об этом?» И сказал Давид Инофану, «Кто известит меня, если отец твой ответит тебе сурово?» И сказал Инофан Давиду, «Иди, выйдем в поле». И вышли оба в поле. И сказал Инофан Давиду, «Жив Господь, Бог Израилев, я завтра около этого времени или послезавтра выпутаю у отца моего, и если он благосклонен к Давиду, и я тогда же пошлю к тебе и не открою пред ушами твоими, то пусть то и то сделает Господь с Инофаном, и еще больше сделает, если же отец мой замышляет сделать тебе зло, и это открою в уши твои, и отпущу тебя. И тогда иди с миром, и да будет Господь с тобою, как был с отцом моим. Но и ты, если я буду еще жив, окажи мне милость Господню, а если я умру, то не отними милости твоей от дома моего вовеки, даже тогда, когда Господь истребит с лица земли всех врагов Давида». Так заключил Инофан завет с домом Давида, и сказал, «Да взыщет Господь с врагов Давида». Мы видим, дорогие друзья, что этот Инофан, будучи сыном царя, первенцем, но он оказывает милость рабу своему Давиду. Давид, дорогие друзья, он был из простого народа, взят от овец, но сын царя, он полюбил его. И несмотря на то, что, хотя Саул говорил, что доколе сын Иесеев жив, ты не можешь царствовать, и царство твое не устоит, Инофан не обращал на это внимания, но он любил его. И мы видим, что он далее в этой главе, далее в последующих главах, он действительно открыл Давиду, что на сердце у Саула, и спас Давида. И далее прошло время, дорогие друзья, когда Бог утвердил Давида царем, когда уже не было живых ни Инофана, ни Саула, ни всех врагов Давидовых, и Давид царствовал, и царство было твердо в руке его. Во 2-й книге царств сказаны такие слова, 9-я глава. «И сказал Давид, не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость ради Инофана». В доме Саула был раб по имени Сива, и позвали его к Давиду, и сказал ему царь, «Ты ли Сива?» И тот сказал, «Я раб твой». И сказал царь, «Нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость Божью». «И сказал Сива царю, «Есть сын Инофана хромой ногами?» И сказал ему царь, «Где он?» И сказал Сива царю, «Вот он в доме Махира сына Амиелова в Ладиваре». И послал царь Давид, и взяли его из дома Махира сына Амиелова из Ладивара. И пришел мимо с фей сын Инофана сына Саулова к Давиду, и пал на лице свое и поклонился. И сказал Давид мимо с фею, «Вот раб твой». И сказал ему Давид, «Не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Инофана, и возвращу тебе все поля Саула отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом». И поклонился мимо с фей и сказал, «Что такое раб твой, что ты призрел на такого мертвого пса, как я?» «И призвал царь Сиву слугу Саула, и сказал ему, «Все, что принадлежало Саулу и всему дому его, я отдаю сыну господина твоего. Итак, обрабатывай для него землю, ты и сыновья твои, и рабы твои, и доставляй плоды ее, чтобы у сына господина твоего был хлеб для пропитания. Мимо с фей же сын господина твоего всегда будет есть за столом моим». У Сивы было пятнадцать сыновей и двадцать рабов. И сказал Сива царю, «Все, что приказывает господин мой царь, рабу своему исполнит раб твой». Мимо с фей ел за столом Давида, как один из сыновей царя». Дорогие друзья, братья и сестры, мы видим, что Инофан, отец мимо с фея, казалось бы, немногое сделал, только оказал милость Давиду. Но, несмотря на то, что Инофана уже не было в живых, но сын его был как один из сыновей царских. Следующий пример я бы хотел привести нам назидание, это также из жизни Давидовой. Когда Давид бежал от Авесолома, сына своего, и находясь в пустыне, там был человек, Верзиил Галатянин. Я прочитаю это из девятнадцатой главы, с тридцать второго стиха. И сказал царь Верзиилу, «Иди со мною, и я буду продовольствовать тебя в Иерусалиме». Но Верзиил отвечал царю, «Долго ли мне осталось жить, чтобы идти с царем в Иерусалим? Мне теперь восемьдесят лет. Различу ли я хорошее от худого? Узнает ли раб твой вкус в том, что буду есть и в том, что буду пить? И буду ли в состоянии слышать голос певцов и певиц, «Зачем же рабу твоему быть в тягость господину моему царю? Еще немного пройдет раб твой с царем за Иордан. Зачто же царю награждать меня такою милостью? Позволь рабу твоему возвратиться, чтобы умереть в своем городе около гроба отца моего и матери моей. Но вот раб твой, сын мой, Кингам, пусть пойдет с господином моим царем и поступи с ним, как тебе угодно. И сказал царь, «Пусть идет со мною Кингам, и я сделаю для него, что тебе угодно, и все, чего бы ни пожелал ты от меня, я сделаю для тебя». И пришел весь народ Иордан, и царь также, и поцеловал царь Верзиила, и благословил его, и он возвратился в свое место. И отправился царь в Галгал, отправился с ним, и Кингам. Друзья мои, мы видим, что этот престарелый человек, который продовольствовал царя, когда он находился в пустыне, написано, потому что он был человек богатый. Я думаю, что, когда он продовольствовал царя, он не думал о воздаянии, но это было сеяние, и пришло время, сын его пожинал, то, что посеял его отец. Вот эти два примера я привел, дорогие друзья, что мы, из Священного Писания, чтобы мы могли обратить внимание, что все, что мы сеем доброго в нашей жизни, не только мы будем пожинать, но будут пожинать и наши дети. Также хотел бы перейти в следующее место. Это уже место, когда люди сеяли и также пожинали, но пожинали недобрые, пожинали то, что они сеяли. Книга Царств, 2 глава, 27 стиха, здесь выше сказано об Илье и о сыновьях его, которые были люди негодные, которые не знали долга священнического, которые отклоняли или отвращали народ израильский от жертвоприношения к Господу. И смотрите, что Господь говорит в 27 стихе 2 главы 1 книги Царств. «И пришел человек Божий к Илью и сказал ему, «Так, говорит Господь, не открылся ли я дому Отца Твоего, когда еще были они в Египте в доме фараона? И не избрал ли я его из всех колен Израилевых себе во священника, чтобы он восходил к шерстнику моему, чтобы восходил Фимиам, чтобы носил Ефот предо мною? И не дал ли я дому Отца Твоего от всех огнем сожигаемых жертв сынов Израилевых? Для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои, которые заповедал я для жилища моего? И для чего же ты предпочитаешь мне сыновей своих, уточняя себя начатками всех приношений народа моего Израиля? Посему так говорит Господь, Бог Израилев, я сказал тогда, дом твой и дом Отца Твоего будут ходить предлицем моим вовек, но теперь говорит Господь, да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены. Вот наступают дни, в которые я посещу, подсеку мышцу Твою и мышцу дома Отца Твоего, так что не будет старца в доме Твоем, и ты будешь видеть бедствие жилища моего при всем том, что Господь благотворит Израилю и не будет в доме Твоем старца во все дни. Я не отрешу тебя от всех, у тебя всех от жертвенника моего, чтобы томить глаза Твои и мучить душу Твою, но все потомство дома Твоего будет умирать в средних летах. И вот тебе знамения, которые последуют с двумя сыновьями Твоими, Офни и Финиесом. Оба они умрут в один день. И поставлю себе священника верного, и будет поступать по сердцу моему и по душе моей. Дорогие друзья, мы видим, что эти люди, не знав долгосвященнического, поступали неправильно пред лицем Господа, и не только Офни и Финиес умерли в один день, не только они понесли наказание, но наказание пошло и на следующие роды. Братья и сестры, этот горький пример, пускай послужит нам примером, чтобы мы могли сеять добрый в жизни своей. Следующее место, это, опять же, Давид из жизни Давида. Когда Давид убегал от Соломона, то в 16 главе с 5 стиха здесь сказано так, «Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел туда человек из рода дома Саулова по имени семей Сын Геры, он шел и злословил, и бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбрые были по правую и по левую сторону царя, так говорил семей, злословя его, «Уходи, уходи, убийца и беззаконник, Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авесолома, сына твоего, и вот ты в бите, ибо ты кровопийца». И сказал Авеса сын Соруин царю, «Зачем злословит этот мертвый пес Господина моего царя? Пойду я и сниму с него голову». И сказал царь, «Что мне и вам, сыны Соруины? Пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида? Кто же может сказать, зачем ты так делаешь?» Дорогие друзья, мы видим, что этот человек, он злословил и неправедно злословил царя Давида, потому что Давид не проливал крови дома Саулова, но всего-навсего он шел и злословил и бросал камни и пылью в сторону Давида. Но Давид смирялся и сказал, «Что мне и вам, сыны Соруины?» И мы знаем дальше, дорогие друзья, впоследствии, казалось бы, только злословил, ничего больше. И хотя он потом и раскаялся и пришел, сказал, что согрешил я, и Давид сказал, ты не умрешь. Но когда наступает время, проходит много лет и становится на царство сын Давида Соломон, и призывает семей и говорит, «Построй дом в Иерусалиме и живи, и знай, в тот день, когда ты перейдешь, эту границу потока Кедрона, в тот же день ты умрешь». И он сказал, «Хорошо». И три года он жил, но прошло время, и убегают эти двое рабов к царю Гевскому, и семей идет, осилает осла, и возвращает рабов, возвращаясь назад, Соломон говорит, «Не сказал я тебе, в тот день, который ты переступишь, этот, перейдешь поток Кедрон, умрешь». Дорогие друзья, мы видим, что этот человек посел, казалось бы, очень мало в жизни своей, но, пожалуй, так много. Поэтому, дорогие братья и сестры, да благословит нас Господь и поможет нам, чтобы мы сеяли и думали, что мы сеем. Вы знаете, апостол Павел в послании к Галатам в 6 главе 7 стихом говорит такие слова, «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет, сеющий в плоть от плоти пожнет пление, сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Братья и сестры, как мы сегодня сеем и что мы сегодня сеем с вами? Сеем ли мы в дух, дорогие друзья, чтобы пожнать жизнь вечную? Или, может быть, мы сеем, что дети наши будут пожинать наши посевы до третьего и четвертого рода? Братья и сестры, да благословит нас Господь, чтобы сегодня мы могли сеять в дух, дорогие друзья, чтобы сегодня мы могли наблюдать за ногой своей, чтобы наблюдать за глазами своими, за мыслями своими, что мы думаем, куда мы смотрим, что мы смотрим, смотрят ли наши глаза прямо или, может быть, наши глаза блуждают где-то? Братья и сестры, за все, дорогие друзья, мы будем отвечать в жизни своей. Вы знаете, я как-то в частных беседах много раз упоминал это, но сегодня хотел бы упинуть нам здесь с этого места, Как-то мне несколько лет тому назад я беседовал с одним братом из братьев-баптистов. Он постарше от меня, и он говорил так, что в жизни своей надо избавляться от всех грехов. Если ты привык говорить неправду, ты избавляйся от того. Потому что когда ты молод, ты еще можешь помнить, как ты рассказал сегодня, завтра. Ты будешь рассказывать и через месяц то же самое, потому что это будет в разуме твоим, ты можешь еще контролировать. Но придет время, когда ослабеет разум твой, и ты будешь начать забывать уже. И когда ты рассказал историю какую-то, сказал неправду, через месяц ты уже забыл ее, и рассказываешь ее по-другому. И люди, говорят, будут смотреть на тебя, как на старого лжеца. Если, говорит, ты смотришь не туда, куда надо, если смотришь ты не то, что нужно в жизни своей, когда ты молод, ты можешь еще контролировать себя, но придет то время, когда силы твои ослабеют, а грех возрастет в твоей плоти, и люди будут смотреть на тебя и говорить, негодный старик. Братья и сестры, да благословит нас Господь, чтобы мы могли сеять сегодня, сеять добрый в жизни своей, сеять в правду, сеять в дух, чтобы когда мы состареемся, когда придет то время, когда нам нужно будет перейти из смерти, из жизни в жизнь вечную, и предстать пред величие нашего Господа, как я сказал в начале, будут открыты книги, и иная книга, книга жизни, и будут открыты книги дел, и будут судимы каждый сообразно с делами своими. Дорогие друзья, давайте будем сеять так, чтобы нам и детям нашим было не стыдно за наши посевы, чтобы мы могли, дорогие друзья, сеять сегодня то, что принесет нам жизнь вечную, чтобы не сеять нам в плоть и пожать тление, но чтобы мы могли сеять в дух и под духа пожать жизнь вечную. Да благословит нас Господь и сохранит нас в мире всем, да даст нам Господь мудрости, дорогие друзья, целомудрия, чтобы мы могли вникать в Слово Божье и бороться с грехом, побеждать себя в свою плоть и идти за нашим Господом, служить Ему и проносить плод Ему во сто крат. Да благословит нас Господь, а Ему за все добудет слава, отныне в веки. Аминь.